Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание к этим работам по книге Великий музей мира. Хосе Гутеррес Солана. Клоуны. 1020 год. Холст масла. 98 на 124. Мадридский живописец и график Хосе Гутеррес Солана, сын мексиканца, окончил Академию Сан-Фернандо в Мадриде. Он автор романа Флоренсио Корнейхо. 1026 года. Путевых очерков двухтомника Мадрид «Сцены и нравы», «Черная Испания» и других. Образ «Черная Испания», который включал всю трагическую дисгармонию современной жизни, существовавшую, тем не менее, в рамках внутреннего достоинства, присущего представителям нации, находил постоянное отражение и в живописи мастера. Хотя Солана не прибегал к театральным эффектам, как старший современник Суалага, а его герои обычно сдержаны в жестах во внешнем выражении эмоций. Однако, вводя мотивы маски, карнавала, гротеска, художник добивался особого внутреннего напряжения и символистического звучания. Правда, очень редко в уличных деревенских сценах для него, скрытых масками действующих лиц, характерна некоторая бесшабашность, а в картинах трудовых будней – размашистые профессиональные движения. Ну, например, «Забой скота». Многим фигурным композициям живописца присущ жуткий настрой, обыденная жестокость многих его гротесных работ вызывает оторопи. В персонажах не сохраняется ничего, что отражает гуманистический строй души и мыслей. Может быть, поэтому так, естественно, смотрятся на героев маски личины. Апокалиптический смысл происходящего отсылает ученую память к шедеврам Гои Босха с сыном страшного суда. Клоуны – профессиональные весельчаки, на данном полотне саланы мрачны и зловещи. И отражение удвоения фигур за зеркалью умножает этот гротесный экспрессионистский эффект, подчеркнутый красно-рыжими вставками в черно-серую палитру. Приверженец сериалистического взгляда на мир, живописец в своих мрачных гротесках, выражал именно те болезненные впечатления от действительности, которые она создавала. Ну, вот такое описание к работе Хосе Гутерри Салана «Клоуны» 1920 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok